Наверняка многие из вас не знают о некоторых особенностях айфона или же просто-напросто их уже забыли. Именно о них я и расскажу в этом видео. Всем привет, с вами Галай и мы начинаем. И первая фишка, что я вам покажу, это одна из тех самых, которые должны были быть еще в первом айфоне во времена Стива Джобса, но почему-то их добавили только спустя 15 лет, а именно просмотр пароля Wi-Fi. Для этого мы заходим в настройки, Wi-Fi, выбираем сеть, которую мы подключены, и здесь должно быть поле пароль, на которое при нажатии у нас должен отобразиться пароль от этого Wi-Fi. Конечно, функция очень сложная, неудивительно, что на ее разработку потребовалось потратить 15 лет, но спасибо Apple, что все-таки к 2023 году вы это дело добавили. Да, к слову, функция появилась только где-то в iOS 15 или в iOS 16. Если у вас более старая прошивка, то, увы и ах, там этого нет. Следующая особенность может оказаться полезной в случаях, когда вам нужно записать голосовое сообщение и сделать это очень грамотно. То есть записать его, может быть, несколько раз, перепрослушать и случайно не отправить человеку. Для этого мы переходим в утилиты, диктофон, записываем то, что нам нужно, и после того, как мы все это дело записали, мы нажимаем на три точки сверху, выбираем поделиться, мессенджер, куда мы хотим отправить, и, соответственно, канал или чат. И когда мы перейдем в этот чат, мы можем заметить, что теперь наша запись отображается как классическое голосовое сообщение. Также интересной особенностью является то, что вы можете переслать это сообщение несколько раз, и не будет отображаться то, что это сообщение было переслано. Я думаю, после этого все пикаперы должны начать писать мне хвалебные комментарии под этим видео. Следующая функция необходима в ситуациях, когда вы не можете скачать какое-то конкретное приложение, потому что находитесь не в том регионе, или найти песню в iTunes, и обычно это все та же причина, вы находитесь не в том регионе. Соответственно, для этого нам нужно просто сменить регион, делается это очень легко. Заходим в настройки, нажимаем на свой логотип, контент и покупки, просмотреть. По итогу выбираем страна или регион, вписываем какие-нибудь случайные данные, это совершенно не важно, и готово. Менять регион можно по 5-10 раз в день, это ни на что не влияет. Единственное, учитывайте то, что у вас не должно быть никаких подписок, иначе эти подписки либо могут слететь, либо регион в принципе не сменится. А так, это дает отличную возможность скачивать любые приложения, скачивать любые песни. И также интересной особенностью является то, что если мы перейдем в iTunes Store, то в западных регионах песни и альбомы в целом обычно гораздо дороже. То есть можно обратить внимание, что в среднем песня стоит 99 центов. В то время как, если мы сменим регион на Россию, то песня будет стоить порядка 20 рублей, что тоже очень полезно. Переходим к следующему, и на этот раз у нас прослушивание песен и просмотр видеозаписей, или даже фильмов, оффлайн, то есть без доступа к интернету. Да, не все знают то, что с iPhone это можно делать, но делать это можно. Существует множество путей, как это делать. Я покажу два самых основных и самых удобных, на мой взгляд. Первый, самый простой, это по сути просто перейти в Telegram и накачать каких-нибудь песенок формата mp3 или видеозаписи формата mp4 в любой канал или любой чат и просто скачивать их и слушать. Тут все время отображается кнопочка скачать. Если мы ее нажимаем, то Telegram все это скачет, и мы можем слушать. Есть особенности с тем, что, к примеру, если вы хотите послушать какую-нибудь песню формата FLAG или какой вот здесь у меня сериал формата mkv, то это не запустится. В таком случае мы переходим ко второму способу, а именно использование сторонних приложений. Такими приложениями могу порекомендовать FLAG Box, это для прослушивания музыки, и VLC Player, соответственно, для просмотра видеозаписи. Опять-таки же, как загрузить какую-либо музыку или видеозаписи на ваш телефон. Точно так же это можно сделать посредством Telegram. То есть мы также заливаем в чат, к примеру, видеозапись формата mkv. После этого мы ее открываем, нажимаем на кнопку поделиться, и внизу в списке у нас можно либо сохранить файлы, либо сразу передать эту видеозапись в приложение. Либо же, если видеозапись у вас, к примеру, слишком большая или вам неудобно пользоваться Telegram, вы можете загрузить все то же самое на ваш Google Диск. После этого в Safari открыть ссылку, и здесь появится кнопка «Скачать». Нажимаете на нее, и через некоторое время нам Safari просто предложит сохранить этот файл, куда-нибудь файлы. То же самое можно делать с zip-архивами, то есть у вас может быть zip-архив с несколькими альбомами музыки, вы его сохраняете, переходите в приложение «Файлы», которое сейчас встроено в iPhone, находит этот zip-архив, одинарным нажатием на него iPhone его автоматически распакует, создаст новую папку, и готово. Точно так же можно будет перейти во флаг в бокс, к примеру, и указать просто, где находятся все эти ваши песни, и прослушивать любую музыку оффлайн, любого качества, то есть это и ваф, и флаг, и любые сериалы, и фильмы. Очень полезно в ситуациях, если у вас намечается долгий перелет, поездка в поезде, или вы просто не хотите сжрать ваш трафик, пока едете в метро до работы. И заключительная особенность, о которой теоретически все знают, но почему-то практически никто не пользуется, а именно это событие в календаре. То есть если мы перейдем в календарь, вверху справа мы можем найти кнопку «плюс», при нажатии на которой мы можем создать какое-либо событие, то есть день рождения какого-то родственника. И что самое главное, в поле «Повторить» мы можем указать каждый год, и сделать оповещение, к примеру, за неделю до этого события. Все, готово. Просто вы можете потратить в один день пару часов своего времени, а может быть даже 30-40 минут, вписать дни рождения всех ваших родственников и друзей, поставить автоматическое их повторение, и все, готово. Вам больше не нужно париться с тем, что вы забыли день рождения, кого-то из друзей забыли их поздравить, или не купили вовремя подарок. Все то же самое можно сделать с важными событиями, с какими-то созвонами, поездками, встречами. Все это точно так же прицепляется в календарь, все это очень сильно настраивается, можно создать два оповещения, можно прикрепить какие-то файлы, можно выбрать тип календаря, то есть рабочий или личный. Это очень многофункциональная штука, но почему-то я замечал то, что большинство людей этим не пользуется. Хотя это суперудобно в жизни, и упрощают ее просто многократно. Если это видео оказалось вам полезным, тогда прошу проявить под ним активность. А с вами был Галай, и до встречи в следующем ролике.